Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». В настоящий момент 110 гектаров земельного участка, расположенных в приближной защитной полосе Куберск, куда хранились, заняты иловыми осадками. То есть это как бы угроза, бомба. И когда она взорвется, это только Богу известно. В общем, вот и в связи с этим, а рядом еще проживает, то есть поселок Победилово, Атары, где проживает не менее 10 тысяч. Без учета еще тех людей, которые, это промышленная зона, которые там временно работают. Поэтому мы обратились в Сыскому суду. Обязание, во-первых, прекратить сброс первым этапом, и вторым этапом провести рекультивацию вот этих 110 гектаров земли. Вот в рамках исполнения решения суда в настоящий момент разработан проект. И к этому проекту действительно у нас имелись большие замечания. У нас есть экспертная комиссия, которая по результатам изучения этого проекта сделала выводы, что этот проект подлежит доработке. Кроме того, проект на данный момент не прошел экологическую экспертизу, и, соответственно, к этому предисловию это общественное слушание. Именно лишь по результатам этот проект может быть реализован. Поэтому мы объявили предстрижение руководителю. Были недостатки в экологическом разделе проекта. То есть не был решен вопрос, во-первых, об утилизации осадка. То есть сам проект предполагает сушку тех отходов, которые появляются в результате очистки воды коммунальных стоков. Уменьшение объема — еще не окончательное решение, так как в дальнейшем необходимо его каким-то образом утилизировать, размещать. К сожалению, в проекте было заложено проектное решение по другим подрядчикам, по другим организациям, которые планировали участвовать. Но не результаты отхода именно этого проекта. И, соответственно, предложенный проект размещения их на полигонах — это не выдержит никакой критики. Но мы все замечания отдали и надеемся, что именно с учетом наших проектов, наших замечаний данных к проекту, с учетом результатов общественного слушания и, соответственно, от результата экологической экспертизы, все это будет принято в внимание и проект уже доведен до работы. Предсторожение объявили мы руководителям «Обводоканал», чтобы он не реализовал данный проект, пока данный проект не получит положительное заключение экологической экспертизы. — Чего Вы ждете, как заинтересованная страна от общественных слушаний? — Ну, позиция граждан всегда имеет значение, так как завод будет размещен именно так же на территории «Обводоканала» и все равно без мнения тех людей, которые там проживают, принять решение по такому крупному проекту нельзя. И более того, эти люди могут какие-то предложения, зная там уже местность, зная как бы просто природу, могут предложить некоторые моменты, некоторые варианты, которые могли быть пропущены проектантами. — По Вашему предписанию рекультивированы уже сейчас вот эти вот или же? — Нет, с первым этапом пока необходимо прекратить сброс этих еловых осадков, поэтому уже после того, как будет прекращен сброс, после этого уже вторым этапом необходимо провести рекультивацию. Само по себе прекращение сброса уже повлечет некоторое улучшение экологической ситуации, так как прекратить выбросы в атмосферу, потому что в основном запах исходит от свежих осадков. Объект построен в 70-х годах без должной гидроизоляции, размещен на вот этой емкости глубиной до 6 метров, размещены в расстоянии на 10 метров фактически от Кубежского водохранилища. И, конечно, есть там гидрологическая связь, в любом случае есть. Все, что попадает в этот полигон, так скажем, размещение отходов, однозначенная часть оказывается на акватории Кубежского водохранилища. А сами понимаете, что Кубежское водохранилище является источником пятиопытоснабжения не только города Казани, но еще и ниже по течению Самары, Волгограда и так далее. То есть здесь много городов, жители которых могут пострадать в результате какой-нибудь аварии. Тем более такие факты, прорывы уже имелись в 80-70 годах. Там износ не знаете, как вы уже? Даже не надо считать износы, потому что по факту они переполнены уже на более 100%, поэтому их эксплуатировать просто нельзя. После завершения вот этих процедур строительство должен занять где-то один год. И надеемся, что в 2019 году сбросы уже будут прекращены. Как результаты проверок предприятий, которые сбрасываются в различные водоемы? Цифры какие-то? Да, я вот как раз цифры выписал. Честно говоря, когда мы начинали вообще работу по проверке очистных сооружений, мы не ожидали, что настолько все ситуация плачевная. Мягко говоря, где-то большая часть очистных сооружений построена еще в советские времена, 70-е, 80-е годы, и они не только физически, но и морально устарели. То есть на момент проектирования не было того количества моющих средств, того количества тех химических веществ, которые попадали в эти очистные сооружения. И, соответственно, и объем уменьшается. И я не ошибся, именно уменьшается объем воды, попадаемых в очистные сооружения. И чем это связано? Во-первых, везде вводятся счетчики, стоимость коммунальных услуг поднимается, соответственно, люди начали экономить. Соответственно, это влияет на работу очистных сооружений, увеличивается концентрация. И биология не успевает уже перерабатывать весь тот объем отходов, который поступает. Во многих сельских поселениях, где даже если имеется централизованная система водоотведения, неточные сооружения, есть вот такие примеры, как в Бугольме, в Зеленой Рощи, в Альметьевске, когда просто все скидывалось на рельеф местности. Вы представляете, даже несколько домов, какой объем, многоэтажных домов, то, какой объем образуется отходов и как они влияют на экологию. Когда без очистки, без ничего, они сбрасываются на рельеф, соответственно, по рельефу попадают водные объекты. Но за тот период, с 2013 года, вот эта работа, которую мы проводили, привела к положительным результатам. Я вот посмотрел, посчитал, что мы только за вот этот короткий период, к 2017 году, построены очистные сооружения в Бавлах, Лениногорском районе, в Алькейском, Вознакайском, Муслюмовском, недавно буквально в Виле, Рыбнослободском. Планируется строительство на Ушминском. Ну, это можно перечислить, всего введено в эксплуатацию 13 очистных сооружений. И многие очистные сооружения, либо в стадии проектирования реконструкции, либо уже на реконструкцию. Вот мы особенно возлагаем надежды на Альмейский район, потому что этот Альмейский район, один из самых крупных населенных пунктов, сам город Альмейск. И в этом году, если вы не сглазить, именно из федерального бюджета ожидается начало поступления средств, федеральных средств на реконструкцию, на капитальный ремонт этих очистных сооружений. И как один из крупных объектов, который влияет на водный объект, мы надеемся, что это также изменит в лучшую сторону ситуацию с водным объектом. Что касается тех злодеев, тех нарушителей, конечно, работа ведется, я не буду говорить по суммам ущерба, которые мы... Ну, приведу пару... Да, ну, приведу пару примеров, что вот буквально в 2018 году, вот свежие примеры, по нашим материалам, которые мы отрабатывали совместно с Казанской, Межрайон предоохранной прокуратуры с Министерством экологии, возбудили дело по факту сброса на земли лесного фонда и на рельеф местности в поселке Октябрьский и Орехов. Из двух поселков вся загрязненная вода, стоки попадали на рельеф местности. За небольшой период времени сумма ущерба составила более 6 миллионов и привело к гибели лесных насаждений на этом участке. Также расследуется уголовное дело, возбужденное также по нашим материалам совместно с Казанской, Межрайонной прокуратурой по статье 247 и 286 превышения полномочий по факту сброса не загрязненного восточного вода Орловского сельского поселения. Также сбрасывали на рельеф местности, честные сооружения как таковые не работали. Более того, там же, в общем-то, как показала проверка, честные сооружения законным образом не передавались эксплуатирующей организации, которая, сидя на тарифе, собирала население деньги, не имея на это никаких совершенно полномочий. Аналогичное дело расследуется в Тукаевском районе. Какие водоемы, может быть, наиболее пострадавшие можете назвать? Ну, у нас, если посмотреть по критериям, да, у нас есть критерии оценки состояния водных объемов, то все они либо грязные, либо загрязненные, либо очень загрязненные. Категории чистых, я не помню ни одного водного объекта, по памяти, который бы можно отнести к разряду чистых. На территории республики? На территории республики. Тяжелая ситуация с ливневкой. Вот у нас только в городе больше 20 выходов, да, ливневых стоков. Все они попадают либо в репказанку, либо в озеро Средний Кабан. И если в Казанке еще как-то есть текучесть и так далее, то в озере Средний Кабан они просто накапливаются в виде ила, в виде того содержания вот этой воды. Вот здесь вот только вот в озере Средний Кабан, если не ошибаюсь, попадает, выходит больше 20 стоков. Это охваты как промзону, да, промышленный сектор, привоз. Ливневые. Да, ливневку, да, сточные воды. Советский район, то есть вплоть до рынка, вплоть до улица Родины, это все охватано ливневой канализацией, и все они, все попадает в озеро Средний Кабан. И вот это требует незамедлительного принятия мер, чтобы оборудовать их обязательно честными сооружениями. Работа не считаю, в настоящий момент на двух ливневках, и поставлены честными сооружениями, но это мизерно мало, и здесь именно вот резкое влияние вот этих объемов, оно ощущаем. Здесь зона ответственности исполкома города Казана. Вы уже внесли все возможные представления, да? Ну, все меры прокурорского реагирования, да, они приняты. Более того, уже в исполнении есть желание, есть мысли включить в эту программу, в эти программы «Чистая Волга», то есть тоже оборудование, так как требует значительных финансовых затрат, это честное сооружение. Но мы все-таки надеемся, что буквально там в течение пару лет, с проблемой я знаю, проблема занимается, и эта проблема тоже будет решена. Вы упомянули, да, проекте. Насколько вообще сейчас, по оценкам вас как экспертов, Волга в каком состоянии, наша главная картерия республиканская, в принципе, одна из главных картерий? Ну, это вот как раз я для вас взял состояние, результат анализов, проведенный в 2017 году, химический анализ Волги, той части, которая протекает по территории Республики Тарстан. Ну вот по результатам анализов выявлено превышение по нитритам 22 раз, по аммонио-ионам 47 раз, по фосфатам 76 раз, это по тем стокам, которые попадают в реку Волга. А само состояние, вот из открытых источников, если посмотреть, то 54% сбросов фосфора в реку Волга является из неконтролируемых источников. То есть мы даже не знаем, кто сбрасывает, в каком объеме, и какие меры принимаются по уменьшению объема сбрасываемых вот этих химических веществ. Здесь же отсюда и вывод, вот часто задают вопрос, откуда сине-зеленые водоросли. Ну, основная пища для этих водорослей, основное, это фосфор. Вы сами видите, даже тут не надо каких-то исследований проводить, это просто надо летом в жару выйти и попробовать найти тот чистый пятачок, где можно будет искупаться, не превратившись в салку, ну, в зеленый свет. В свое время строительство Куйбышского водохранилища принесло большой экономический эффект, но в то же время сильно навредило, конечно же, экологии. То есть текучести нет, соответственно, стоящее в воде, в общем-то, понятно, что все отходы будут накапливаться, и как такового, там, как весенний период, период ощущения, самоощущения не происходит. Я сам давно не купаюсь в Волге. Если это что-то говорит о чем-то. Наибольший вклад тоже вот уносит крупные предприятия. У нас, надеемся тоже, все они, кстати, по всем этим заводам приняты акты прокурорской реагирования и направлены иске, которые обязывают их обеспечить очистку своих стоков. И более того, с 2019 года все предприятия должны иметь свои очистные сооружения и не вправе сбрасывать даже, скажем, на коллекторы МУП водоканала неочищенную воду. Мы можем и внезапно, и планово, и внепланную проверку привести. Постоянно проводится мониторинг водных объектов. Есть налажено взаимодействие, обмена информацией с Росгидрометом, МЧС-станции находятся на водных объектах. Любое превышение ПДК для нас является основанием для того, чтобы выйти и найти источник сброса. Поэтому в некоторые организации мы заходим в течение года несколько раз, когда они ощущают резкие сбросы. Нам сразу это становится известно. А еще один острый достаточно вопрос буквально этих месяцев в последних строительстве мусоропереработающего завода под Казани. Какова позиция у вас как одних из главных экспертов? И обращались ли к вам жители, те, которые сейчас там акции всякие разные проводят, может быть, с какими-то заявлениями, там что-то? Ну, как таковых обращений не было. И я считаю, что и быть не могут. Потому что все пока планы именно в процессе только обсуждения. Пока не представлены ни технологии, которая будет использована. Отсутствует проект. И как юрист я не готов давать оценку тому, чего нет вообще. И когда мы увидим проект, да, у нас, может быть, будет свое мнение, которое экспертная позиция к этому проекту. Ну, для этого сначала должен быть появиться проект, определена технология. Этот проект должен пройти, во-первых, экспертизу, строительную экспертизу, экологическую экспертизу, общественное слушание. И уже после этого вернуться к этому вопросу, то есть о целесообразности и экологичности вот этого завода. Есть технология, которая используется, которая позволяет размещать рядом, фактически, вблизи вот этих заводов, стоят жилые дома, детские садики и так далее. В общем, есть такие примеры. Приводится, не увидев проект, делать какие-то умозаключения, по-моему, неправильно. Он должен быть представлен для общего обсуждения, для каких-то обсуждений каких-то в рамках экспертных групп. А в такие обычные мероприятия без предохраны прокуроров не проводятся. Ну, здесь, мне кажется, это недостатки работы с населением. То есть мы сначала кинули клич, что будет завод, а по сути не определившись пока окончательно, что за технология будет использована, что за завод. Мне кажется, надо было сначала все-таки определиться, представить для его обсуждения, показать на примере, что там, может быть, поставить пилотный образец, да, какой-то уменьшенный, построить, посмотреть, что в результате будет. Само по себе данный завод, если он пройдет все стадии, и общественный слушатель, и экологические экспертизы, оценку воздействия на окружающую среду, если все будет положительно, конечно же, он может быть реализован. Здесь никаких ограничений я не вижу. Но, опять же, только при соблюдении, я обязательно считаю, что с учетом мнения населения. Как обстоят ситуации с незаконной добычей полезных скопаемых у нас? У нас уменьшается количество, увеличивается, потому что одно время, я помню, это было прям вот бич такой, да, и говорили постоянно на пресс-конференциях, интервью. Какова ситуация по итогу прошлого года, как сейчас? Да, я неоднократно озвучивал, да, что эту ситуацию, если, для примера, в 13-15 годах мы выявили более 700 незаконных карьеров, то их в настоящее время количество, ну, единичные факты сейчас выявляются. Это всего, наверное, в том числе благодаря нашей работе, потому что, прежде всего, взаимодействие с контролирующими органами, создание практики привлечения к уголовной ответственности, в том числе возложение обязанностей по рекультивации земель наружных на собственных земельных участках. То есть мы что получали? За ночь или за какой-то короткий период времени очевидно, что добыча вообще полиции скопаемых. И эта компания, либо это люди, они просто исчезали. И мы оставались с проблемой. Это вырытый котлован огромный, который со временем превращался в свалку мусора, и ущерб, нанесенный экологии. При этом все пожимали плечами, и органы местного управления, и собственники земли, и говорили, что это не мы. И доказать было очень сложно. Но вот мы создали такую практику, когда за вот этот котлован мы начали наказывать, привлекать к ответственности, и к материальной, и обязывали провести рекультивацию именно собственников земли, которые по закону обязаны следить за состоянием и как и почвы, так и нетр. Кроме того, мы же создали практику привлечения к уголовному ответственности по статье 158. Если раньше мы пытались привлекать по незакону предпринимательства 171, по которым необходимо было доказать ущерб или излечение крупного дохода, что довольно тяжело, так как доказать весь объем добытого, что именно эта организация была добыта, довольно сложная, потому что всегда они утверждали, они все люди подготовлены к нашим опросам, всегда говорят, что мы вот одну машину взяли, а кто до этого копал, нам неизвестно. Хотя вполне вероятно, что они ощущали это длительное время. Но если мы не можем доказывать факт причинения крупного ущерба или извлечения дохода, то дела, соответственно, умирали. А 158 предполагает ответственность даже за машину общеполезная скопаема, то есть загрузили машину песка, уже сами по себе имеют признаки преступления, просмотрен 158, это кража, обычная кража, и, соответственно, изымалось все это орудие правонарушения. И добытый песок, производился оценка, если доказывали в ходе расследования дела иные объемы, то есть где-то они выгружали, и мы по документам, либо уже по фактическому объему доказывали общий объем исчерба. То есть, соответственно, сумма ущерба мы могли увеличить. Либо, если не доказывали, направляли в том объеме, в котором мы, скажем, первично этого незаконного незаконного ловили. Вот эта практика, в общем-то, это все привело к тому, что, я же говорю, сейчас в виде единичные факты, вот за прошлый год всего возбуждено всего 8 уголовных дел, а раньше ежегодно по 15-20 уголовных дел это как бы постоянно возбуждались, расследовались. И я же говорю по цифрам, это вот 700, и где-то я сейчас, наверное, могу примерно сказать, что где-то около 80. 80 и заброшен карьер осталось, да. Постановим, либо рекультивация проведена, либо проводится, либо уже иски есть, и проект делается. А обратная связь за эти годы стала лучше работать? То есть люди стали сообщать чаще. Да, кстати, люди довольно активны были, в общем-то, наверное, тоже то, что мы озвучили в СМИ, и вот ваша поддержка, средства массовой информации. Сейчас, если даже по деревне проезжает машина с песком и начинает звонить, вот машина проехала, мы думаем, что они его копают. Последний пример, это вот по Бакирова, по санаторию Бакирова, который в связи с тем, что у нее грязь, где они добывают, замерзла, начали добывать чуть-чуть на стороне, и тут же эта информация от жителей поступила к нам, и сами со специалистами министерства экологии мы их задержали. Там санкции какие? 7-3, это сумма, штрафа только, я не говорю, от 700 тысяч до полтора миллиона. То есть санкции, да, существенные, в общем-то, это тоже как-то отрезвляет, тем более, эта сумма штрафа может быть наложена только, даже за машину песка, я так скажем, которая с обествованием 5-6 тысяч. По нашей инициативе статья 7-3 КАПРФ, которая предусматривает административную ответственность за незаконную добычу общеполезоскопаемых, предусматривал срок данных всего 2 месяца. И, соответственно, пока мы собирали информацию, доказывали тождественность этого песка и с места, где сшифлялась добыча и тем, что где выгружено, то есть у нас эта экспертиза съедали все сроки и даже, даже не даже, а много было фактов, когда мы не могли привлечь к административной ответственности. Вот по нашей инициативе через Госдуму мы протащили законопроект, по которому срок давности по данной статье через один год с момента совершения. Что касается незаконного захвата темель лесного фонда, слышно, да, про уголовные дела, которые возбуждаются в отношении чиновников. По вашим оценкам, увеличивается количество таких дел, увеличивается количество выявленных случаев. Как сложные тут вообще эти процессы? Как все знаете, что у нас на кадастром учете вот на настоящий момент 24% всех земель лесного фонда стоит. И когда мы начинали доказывать, что это земли лесного фонда, к сожалению, у нас суды редко вставали на нашу сторону, так действительно доказательства мало было. И именно вот непостановка на кадастр учета этих земель лесного фонда и позволяло вот недобросовестным чиновникам представлять земельные участки. Соответственно, что уменьшало площадь земель лесного фонда, лесных участков. Именно этим была и связана даже та проверка, которую мы провели в отношении Рослесинфорга. Как я уже говорил, еще в 2012 году Рослесинфоргом были заключены договора, контракты на постановку на кадастр учет земель лесного фонда. На начало проверки, это на март 2017 года, было поставлено кадастр учет всего 17% на начало проверки, а выполнен был объем 7% от площади контракта. В настоящий момент Работа еще в 2012 году. Вот 2012 года и за 5 лет было поставлено всего 7% от площади. Вот по результатам проверки дано было ускорение, вы знаете, как прокуратура может дать ускорение, и в настоящий момент уже выполнен контракт на 70%. В результате, если на начало проверки я возвращаюсь, уже было поставлено кадастр 17% земли лесного фонда, сейчас это цифра 24. Это в цифровом показателе это 300, более 300 тысяч гектаров земли поставлено кадастр учет. Как раз следующий вопрос, который вытекал, он перекликается, вот в процессе проверки. Да, вот именно из этого будем исходить, что вот вы спросили, будут ли данные дела, будет ли увеличиваться количество дел, конечно, будет увеличиваться, потому что сейчас работа проводится, вот эти 30%, сейчас поставлены на кадастр участие земли лесного фонда, где нет споров, нет смежных участков и так далее. А вот 30% как раз сидит те участки, под которыми имеются споры. И именно в ходе проведения вот этих работ, кадастр работ, факты самовольного захвата земли или представления земли лесного фонда выявляются, и у нас по согласованию Министерством лесного хозяйства, Ростисинфоргам, все эти факты будут представляться в прокуратуру, соответственно, по ним будут приниматься процессуальные решения. В настоящий момент большой, огромный пакет документов готовится по Бугульминскому району, где также при постановке на кадастр учет земли лесного фонда выявлены факты незаконного представления земли лесного фонда. И вот все это будет проанализировано и, соответственно, будет приниматься процессуальные решения. Вы же уже знаете, что по результатам расследования уголовных дел уже есть примеры в Тукаевском районе, Елабужском районе добровольного возврата земли лесного фонда. Я полагаю, что эти факты и такие моменты будут часто происходить. В адрес руководства Ростисинфорга какие-то санкции уже есть? Да, внесено было представление при этом рассмотрении которые привлечены к цеплянной ответственности. Мы сейчас держим на пульсе, еженедельно они нам отчитываются о площади, о количестве участков поставленных кадастров учетов. Все возникающие вопросы были, вопросы именно по взаимодействию с Росимуществом, кадастром, кадастровым службам, но это все вопросы сейчас оперативно решаются. Фактически ежемесячно на уровне Министерства лесного хозяйства собираемся и все текущие вопросы обсуждаем. В том числе по факту самовольных захватов земли и пути решения проблем, которые возникают уже при постановке или по фактам выявляем в ходе проведения кадастровых работ. По тем контрактам еще это не охватывает 100% от всей площади земли лесного не охватывает мы ожидаем заключения новых контрактов по плану они должны были закончить в феврале однако в связи с тем что пошли вот эти смежные участки возникли спорные ситуации мы продлили этот срок и надеемся до июня этого года этот контракт будет исполнен полностью по очищению подступов к водным объектам большая работа была проведена целый год водоохранных зон результаты каковы сейчас в целом скажу что работа по освобождению береговой полосы ведется довольно активно ведется параллельно с постановкой на кадастр учет земель водоохранных зон и приближ защитных полос потому что именно доказательная база формируется после того как будет поставлен на кадастр учет вот эти земли то есть будет определена береговая линия водного объекта из которой можно уже определить 20 метров береговую полосу в чем была проблема при рассмотрении наше гражданское дело о судах то есть мы говорили что вот этот объект находится в береговой полосе и ответчик соответственно говорит что нет что эта вода сместилась в нашу сторону или соответственно либо вода поднялась и так далее это по нерегулируемым водным объектам если мы по той же Волге и раньше и по водохранилищам могли взять уровень проектный уровень того или иного водного объекта водохранилище скажем по Волге это 53-я отметка и от этой отметки рассчитать 20 метров которая должна быть условно свободна от любых построек то по нерегулируемым водным объектам это было сложно то есть сложно было доказать что в этот период не половодие электриде открыли плотину вода поднялась и поэтому поступила вплоть до туалета да как бы скажем или до бани до баня осталась водя поэтому сейчас у нас уже поставлена граница водоохранных зон 17 региональных водных объектов за 17 год это опять же в исполнении наших решений наших требований мы обращались в свое время к министерству экологии с требованием через суд обязывающих поставить на кадастр учет водоохранной зоны и вот в исполнении этих решений 17 поставлено 17 региональных водных объектов и в целом уже вот с учетом всех озер и так далее всего 91 объект имеет поставлен на кадастр учет водоохранной зоны и приближ защитные полосы и здесь вот параллельно с этим уже ведется работа паснос за 17 год совместно с органами министерства экологии Роспроводнадзора Казанские межрайоны снесено более 500 объектов туда входят и заборы и мелкие объекты и крупные объекты вот посредний пример буквально на днях добровольно исполнено наше требование как бы да добровольно исполнено требование может быть не совсем правильно но исполнено наши требования без обращения в суд наверное так правильно мы потребовали мы потребовали все-таки потребовали убрать да да и была освобождена от построек береговая полоса Карабашка водохранилищ более 10 объектов недвижимости я не говорю про заборы сейчас обычно всегда всегда сми говорят вы берете борьтесь заборами а объекты недвижимости как были остаются нет здесь именно крупные объекты это база отдыха они были снесены более того я надеюсь что мы отдельно еще сми отразим наверное как показательный пример вся эта территория будет оборудована уже проект есть уже работа начата оборудование ливневой системы ливневки ливневка и вся вода будет собираться не будет попадать в водный объект с территории вот этих баз а собираться и через очистные сооружения после этого сбрасываются только водные объекты а там вот эти 10 объектов у них один собственник или это разный нет там есть в целом они принадлежат паутотнефть но распределены между МГДУ ну управлениями это было да тут не только в прошлом году в прошлом позапрошлых годах там уже снесли около 20 объектов которые не принадлежали в штатнефть там есть и по решению судов и без решения транснефть объекты транснефть выбрали там крупную базу отдыха тоже снеслись тоже добровольно то есть работа ведется и мы надеемся что уже у них по срокам 30 мая что по 30 мая мы пройдемся свободно по береговой полосе Карабашевского водохранилища и все будет уже чисто и красиво сделано что касается отходов свалки текущие у нас со свалками она была беда свалки это есть беда и останутся бедой еще нескоро я боюсь что мы полностью это ассоциация разрули вся надежда конечно есть надежда региональных операторов которые по сути надеюсь организуют должным образом ту работу которая конечно пресечет дальнейшем образовании свалок потому что в настоящий момент вот у нас на учете стоят 800 несанкционированных свалок это свалки которые были образованы в советские времена существуют давно многие свалки они до сих пор функционируют потому что в той или иной деревне просто нет не организован вывоз отходов что предполагается территориальной схемой что предполагается в будущем то есть со всех населенных пунктов предполагается вывоз этих отходов и вот после того как эта система будет организована мне кажется нам можно будет заняться вот тем накопленным отходом который сейчас уже вот существует которым я приводил цифры это 800 да этих слов все что делается но надо еще конечно заняться воспитанием вы сами видите да что как снег тает у нас все все выходит не по снежнике у нас выходит к сожалению выходит свалки мусора это это конечно это воспитание прежде всего воспитание ну вот за годы хотя бы вошли вот смотрите что-то меняется хотя бы положительно на ворот нет конечно же положительно мы же не видим тех огромных свалок которые раньше замечали опять же возвращаясь к началу по карьерам да перестали появляться карьеры перестали организовывать несанкционированные свалки чуть больше внимания начали уделять к этому вопросу контрольные органы опять же штрафы и так далее опять же это пресекает какие-то здесь но полигоны приведены многие полигоны приведены в порядок если раньше горение полигонов было в порядке в порядке вещей даже горение самосыровского полигона я честно говорю перед своей работой помню только лишь одно возгорание это в Альметь в районе и то оно было своевременно пресечено в отношении виновных приняты меры поэтому работа ведется и полигоны сейчас уже нет ни одного полигона который не имел бы лицензии то же самое лет 5 назад это было можно зайти и через одну привлекать к административной ответственности за отсутствие лицензии а наличие лицензии уже подтверждение того что это предприятие во-первых имеет технику имеет обученный персонал и имеет проектную документацию по эксплуатации того или иного полигона и соответственно если имеется в том или ином районе нормальный работающий полигон и администрации организован вывоз мусора конечно свалки образовываться не будут это работа уже можно сказать фактически во всех населенных пунктах организован вот остались деревня мелкие сельские наверное населенные пункты где вот эту работу надо организовать свалка снега я считаю что мы почти победили эту проблему если в прошлом году это было свалки это были везде водоохранной зоне я в 16-м году 15-я зима из 15-16-го года я сам инициировал несколько проверок сам просто приезжаю и видел черные кучи чего-то да там даже на первый взгляд даже не поймешь что за что за куча да когда снег с улицы со всеми загрязнениями просто размещался в огромной куче вот независимо водоохранная зона не водоохранная зона в частности на берегу Кабана который мы уже сколько лет чистим была огромная огромная просто свалка снега на Минске уже много раз обращались когда водосборной площади реки Нокса там прямо за заправкой была тоже складировался снег в этом году в начале осени еще все возможные места были согласованы с министерством экологии все буквально по городу 10 мест было согласовано и это без учета пяти снегоплавильных моподоканал и всю зиму органы контроля осуществляли выезды и смотрели чтобы не допустить размещения именно снежных свалок в той зоне которая позволяла лет весной попадать в водные объекты здесь в этой части есть огромный прогресс но это временная мера потому что это снежные свалки они должны быть размещены в специально оборудованных местах к сожалению этих специальных оборудованных мест в городе кроме вот этих названных пяти снегоплавильных моподоканал больше нет а их реально недостаточно тем более вы видели какой снежный год у нас наступил эта свалка должна быть на твердой поверхности территория оборудованной ливневой источной канализации и очистным сооружениям мы смотрели практику других субъектов некоторые субъекты уже давно пришли к этому предложения внесли госсовет ими этот вопрос рассматривается информировали тоже администрацию города Казани предложение увеличить количество создать такие места нет таких мест созданных у нас специальных мест переведенных что прошло использовало позволяло использовать их именно для складирования снега у нас нет это временное складирование снега там на твердой поверх складируется снег а весной тает и через их же очистные сооружения либо сбрасываются водные объекты после очистки либо ливневые канализации канализационные стоки как решат уже при проектировании проектанты надеемся мы как бы хотим чтобы это что это было потому что даже вот те места временно складируем в этом году они были конечно выбирались чтобы минимально влияли на окружающую среду это место будущее строительство жилых домов где-то территории где в будущем планируется строительство автодороги и так далее где загрязнение почек как такового не происходит но в целом проблема остается что касается 15-16 годов то что именно в этом году в скобах не хулиганили это еще это тех штрафных санкций которые мы и ущерба которые наложили на правонарушителей в прошлом году только одному предприятию по одному месту временно хранения снега был рассчитан ущерб в сумме 22 миллионов рублей поэтому в этом году никому не захотелось нарушать закон что касается этого года какие планы чем планируется на что обратить внимание в этом году чем заняться у нас как бы прежде всего это вода как она осталась так и остается потому что и реализация федеральной программы чистой волгой если даже мы и волгой за волгой не надзираем есть притоки волга то что в него собирается со всех малых речек и так далее то есть продолжить эту работу закончить те мероприятия которые начаты в общем и почтным сооружением которые я говорил большое внимание хотим уделить атмосферному воздуху потому что даже проведенный опрос среди жителей показало что главная тема все-таки не вода а атмосферный воздух и с года в год вот эта проблема она все больше и больше ощущается воздух уже не замечаем и пока дышим свежим воздухом мы его не замечаем как начинает ухудшаться то есть соответственно начинаем обращать и то что величество количество обращений граждан именно по загрязнению атмосферного воздуха и вот это опрос граждан свидетельствует что ухудшается ситуация с атмосферным воздухом и необходимо принимать меры а какие меры что за комплекс понятно что комплекс мероприятий за кого возьмем в первую очередь ну прежде всего конечно проведем анализ и анализ тех материалов тех отчетов которые эти крупные организации представляют в органы контроля министерства экологии распродназора в плане будет именно те предприятия которые именно воздействуют негативно на население на окружающую среду и размещены прежде всего в населенных пунктах сколько у вас данных нет по предприятиям конкретно в этом году в этом году мы планируем уже запланировали проверку асфальтно-бетонных заводах так как большое количество обращений поступает именно по ним именно по своей территории так как я говорил казанского зона и крупные города не за мной а вот в моей зоне именно как раз влияние оказывают именно вот эти заводы ранее мы уже занимались автозаправочными станциями вы знаете да что на уровне правительства было принято принято решение оборудовать эти автозаправочные станции систему удержания паров рекуперации паров и эта работа в большинстве АЗС выполнена оставшие это работа делают вот здесь планомерно мы хотим как-то прийти тоже каким-то результатом выйти инициативой чтобы это не было не разовая акция чтобы это было как бы комплекс мер который позволил бы в дальнейшем просто предотвратить а не бороться с последствиями полная и достоверная информация о республике Татарстан информационное агентство Татаринформ татаринформ